Добрый день! Нью-Йорк с вами. Апрель 2014. Сегодня вопрос американское гражданство. Те люди, которые имеют грин-карт и которые прожили в Америке с грин-карт 5 лет, имеют право подать на американское гражданство. Если вы получили грин-карту по браку, вышли замуж или женились, то вы имеете право подать на гражданство через 3 года. То есть 5 лет и 3 года, совершенно разные сроки. Но не ровно через 5 или 3 года подавать на гражданство, а можно за 3 месяца до этого срока. То есть через 4 года и 9 месяцев. Вы подаете, значит, application N400. По-моему, N400. Сейчас, секундочку. Я вот уже... Да, N400. Application. Я не знаю, по-моему, оно сейчас стоит 650 долларов. Но это нужно уточнить. Значит, вы подаете N400 Application в Immigration Service, как обычно. Можно распечатать форму через компьютер USCIS. Можно подать и файл. Можно подать бумажной форме. В принципе, это все равно. Вот. Форма очень хитренькая. Кроме основных ваших данных, вы должны там будете указать, сколько времени за все эти 5 или 3 года вы отсутствовали в Америке. Какие поездки у вас были за границу. Поэтому будьте осторожней. Допустим, за 5 лет вы не должны отсутствовать больше, чем 2,5 года из 5 лет. То есть полсрока вы не должны отсутствовать. Поэтому, когда вы заполняете application, вы берете свой паспорт. Когда вы пересекали границу, вспоминаете и пишете. Вот такого-то года, такого-то числа я выехал из Америки. И такого-то числа въехал. Следующая поездка. Выехал, въехал. И они там суммируют уже все ваши выезды, чтобы это не превышало полсрока от 5 лет. Это очень важно. Дальше. Отправили вы N-400, отправили денежку, туда чек или мани-ордер, туда ждете. Приходят письма. Первое письмо вам придет. У них такой вот, так, сейчас я покажу вам, такой бланк. У них их фирменный бланк. Вам присваивается номер. И приходит письмо, что мы получили от вас application. Ждите дальше. Примерно через месяц приходит другое письмо, где они вызывают вас на отпечатки пальцев. Это очень всегда... Отпечатки пальцев – это очень важно тоже. Вам назначают день, назначают час, пишут адрес, по которому вы должны прийти на отпечатки пальцев. Сходили на отпечатки пальцев, вас там сфотографировали. И опять вы ждете. Примерно, как у меня это было через полгода, приходит еще письмо, где вызывают вас уже на интервью. А интервью вы проходите 26 Federal Plaza. У меня такой ролик есть, этот билдинг все должны знать. Назначенный день, назначенное время вы приходите на интервью. Но для того, чтобы вам подготовиться к интервью, вы должны выучить 100 вопросов. Эти вопросы касаются географии, истории, государственного устройства Америки. Вы должны эти 100 вопросов вымуштровать. Вы должны их выучить на английском языке. Для этого, вот, например, у меня была такая книжка. У меня был такой диск. Эту книжку и диск я получила бесплатно, когда ходила на отпечатки пальцев. Вот этот диск был прям приложен в книжке. Вот сюда, в конце книжки, он был приклеен, этот диск. Я брала, учила каждый день по какому-то количеству вопросов. Вопросы очень некоторые простые, некоторые сложные. Вопросы сложные, которые именно относятся к государственному устройству Америки. И кто сейчас там возглавляет. Например, там главный у них... Я не знаю, как сейчас по-английски, честно говоря, я забыла все эти должности. Кто, допустим, министр обороны, кто премьер-министр. Но это все по-английски, на их стиль. Вот, учишь эти... Иногда вопросы легкие попадут. Там непонятно, как офицер тебя будет какие вопросы спрашивать. Потом, значит, назначенный день, я вся волновалась, пришла на это собеседование. Вызвал меня к себе офицер, очень строгий дядька, такой европейского вида, лет 60. Улыбается мало, такой строгий-строгий. И, значит, письменный тест. Говорит, напишите, как у меня, я помню, было, напишите мне Washington is the capital of USA. И мне так стало обидно, что он меня такой простой спросил. Я написала ему Washington is the capital of USA. Потом он меня прочитать попросил. Вернее, он сначала попросил прочитать это предложение, а потом он меня попросил написать это предложение. Мне, конечно, я побольше знаю, чем он просил, но я написала. И потом он меня спросил три вопроса. Уже какие вопросы, честно говоря, я не помню. И тут же он с улыбкой на лице выдал мне экзаменационный такой листочек результаты теста, где он написал, что такой-то человек, такого-то числа сдал результаты теста, сданные. У многих от футболи, вот этот листочек, вот такой, и он красным написал, что сдано всё. Есть вот другие варианты, что пересдача, там то-то-то-то-то. У меня самый первый квадратик зачёрт, значит, всё сдано. Я счастливая, вышла оттуда. И следующий этап у меня был, чтобы отправить... Так, ага, а потом меня вызвали уже письмом на присягу и дали сертификейт оф натурализейшн. Это уже, по-моему, в сити-холле, это было очень торжественно. Мы принимали присягу, мы получали сертификаты. Всё было очень красиво, целый зал был и народу. После этого на обыкновенной почте ты берёшь Application for US Passport. Такой application дают на почте. Ты его заполняешь, копию сертификата прикладываешь и отправляешь по адресу, который здесь указан. После этого тебе почты... Ну и платишь, естественно, денежку. Тут я не помню, сколько уже этот паспорт стоил. Вот. И после этого тебе почтой в обыкновенном конверте приходит американский паспорт, и ты счастлив и весел. Так что всё не так страшно. Главное выучить вопросы. И главное знать, кто сейчас президент, министр обороны, и из каких... какие там палаты представители, и сенат, и т.д. и т.п. Так что всё, не бойтесь. Идите сдавайте экзамены. У вас всё получится. Присоединяйтесь к нашим рядам. Всего вам хорошего. Пока. Кстати, вы знаете, что я вам рекомендую посмотреть... У меня вот этот очень интересный клип есть. Это уже по другой теме. Там, где номера машин очень смешные. Кстати, номеров машин здесь очень мало таких. Я настолько тяжело собираю. Сейчас у меня вторая серия на подходе. Так что посмотрите, там интересные номера есть. Всё, пока. Целую всех. Пока. Субтитры подогнал «Симон»